Узнала, что у папы другая женщина. Как быть? Сказать маме. Господь говорит, ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, не сокровенному, что не сделалось бы известным, и не обнаружилось бы. Да, придет такое время, когда книги разгнутся, такой образ взят, и все узнают все, как сейчас знает только Господь, а тогда узнают все. Но вопрос вот этой молодой девушки или девочки, которой очень тяжело, потому что для ребенка знать, что папа изменяет маме, это мука и боль. Мне кажется, что сначала надо очень крепко помолиться за то, чтобы папа образумился. Очень помолиться. Взять на себя такой толк большой, что, Господи, выразуми моего отца, убереги вот этого тяжкого греха прелюбодеяния, верни его любовь к маме. А потом, помолившись за папу, подойти и с ним отдельно поговорить. Поговорить с папой. Попросить его, чтобы этого не было. Сказать, как это вам больно. Сказать, что это разрушает семью и разрушает ваш мир. И что это грех тяжкий пред Богом. Вот сначала с этого. А потом уже будете думать, сказать ли об этом маме или нет. Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Вот так или так. Но, конечно, мама или рано и поздно узнает. Потому что мама почувствует, что любовь уходит. Понимаете, нельзя любить душу одной женщины, а телу другой женщины. Это не любовь, это не христианская любовь. Это пользование. Это как вот тигр смотрит на антилопу. Он же не видит, что у нее есть там дети, судьба, жизнь. Он видит мясо. Вот так же точный блудник. Он может считаться даже, что он увлечен душевно. У него может быть некая влюбленность. Но это никакая не любовь. И, конечно, женщина начинает это чувствовать, что любовь ушла. Тепла-то нет уже. Поэтому даже если мама не узнает, это, знаете, как кидать яд в колодец. Человек пьет из него, он не чувствует яда. Но он болеет и умирает. Так семья умирает от того, что в ней начинается измена. Измена убивает семью. Даже если вторая половина об этом узнает очень поздно. Поэтому, конечно, вам надо бороться за семью, прежде всего молитвой за папу, чтобы Господь привел его к осознанию того, что он творит. И чтобы сердце его вернулось к маме. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!